Всем привет и слава Украине! Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу. С вами Ягделов Асадзе и сегодня у нас дипломатия с хорошо знакомым и любимым вами Топиком Зульфугаровым. Приветствую, Топик, рад вас видеть. Здравствуйте, спасибо за наши регулярные встречи. Надеюсь, они интересны не только нам, но и нашим зрителям. Но судя по количеству просмотров последнего видео точно очень интересны зрителям, за что вам огромное спасибо. Топик, так или иначе, мы не уйдем от встречи в Брюсселе. Можно ли сказать, что встреча в Брюсселе была прямым продолжением вашингтонского формата? И, в общем-то, она понадобилась для того, чтобы лидеры подтвердили то, что сказали министры иностранных дел в Вашингтоне. Я думаю, что, как мы знаем, встреча в Вашингтоне, она проходила в соответствии или в правилах новой технологии, которые везде есть. Поэтому прямое участие там министров означало то, что главы государств, конечно, их инструктив. Но, если вы помните, в прошлый раз я особо обратил внимание на выступление премьер-министра Армении, который прокомментировал алгоритм своих контактов в Вашингтоне с министром. Я сказал, что это очень удивительно, то, что он произнес. Но если верить тому, как изложили или перевели его высказывание, то это было следующее, что допускай он там говорит, все равно утверждать мне, я ему дал полную свободу. То есть понятно, что встреча в Вашингтоне была обречена. И классический прессинг американской дипломатии, когда подключился не только и активно участвовал госсекретарь, но и советник по национальной безопасности говорит о том, что американцы задействовали максимум, скажем так, тяжелой артиллерии. Понятно, что в американском госдепартаменте и вообще в администрации правильно оценивают ситуацию. Все ждут того выбора, который должен сделать Пашинян, или, если говорить, шире его администрация. То есть усидеть на двух стульях, что он делает достаточно долгое время, невозможно. Его не принимать будут, в конце концов, его такую политику ни в Москве, ни в Вашингтоне. Поэтому маятник в очередной раз качнулся. И мы видим, что это стало ясно абсолютно после визита Пашиняна в Москву на праздники, связанные с победой над нацизмом. И в рамках этих встреч, наверное, были какие-то и вопросы обсуждены, связанные, я так предполагаю, с нынешней ситуацией в урегулировании конфликта или постконфликтной ситуации, которые существуют между двумя государствами. И я, если помните, в прошлый раз сказал, что очевидно, что маятник качнулся в сторону России. И сейчас заявление Пашиняна о том, что было предложение России, но речь идет о той встрече в Сочи, да, по-моему, несколько месяцев назад. Да, это в ноябре было, если я не ошибаюсь. Да, да. И вот на этой встрече, как мы знаем, из выступления Путина он сказал, что есть фашистонский подход, есть наш подход. Вот мы предполагаем, ну, если армянская сторона как бы хочет и соглашается с тем, что Карабах, как бы вопрос решен, и это приемлемо для армянской стороны, у нас нет возражений. Но это была скрытая угроза. Я в этой связи хотел бы еще напомнить и выступление президента Азербайджана, который тоже буквально в самом начале встречи достаточно, скажем, принципиально и ясно сказал позицию Азербайджана, что для нас вопрос закрыт. Это касалось вопросов, связанных с армянским населением в Азербайджане. Конфликт урегулированный, вопрос закрыт. То есть никаких вариаций обсуждения это ни в Вашингтоне, ни в Москве, ни где-либо еще Азербайджан не допускал и не допустил. Это, собственно, предопределяет и, скажем, атмосферу встречи в Москве министров иностранных дел, которая состоится или начнется послезавтра, согласно информации, которая распространена. Теперь, возвращаясь к Брюсселю, хотелось бы сказать, у Брюсселя еще меньше возможностей влиять на ситуацию на земле. Его попытка как-то закрепиться на земле закончилась вот развертыванием этой миссии европейской. Но фактически после того, как Пашинян сказал, что эта миссия не укрепила безопасность Армении, а наоборот создала многие угрозы, а я в этой связи хотел бы еще отметить, что, по имеющейся информации, они в том числе в своих докладах отмечают состояние сел, поселков, в которых жили азербайджанцы до границ. И это вызвало очень серьезное недовольство армянской стороны. Более того, азербайджанская община западного Азербайджана, она как бы сделала прямые обращения и к главе миссии, и генсеку ООО. И в этом плане она как бы вносит в повестку дня тематику, связанную в том числе в вопросах того, что может быть, будет одной из тем интереса этой миссии или работы этой миссии. Итак, на земле Европейский Союз не закрепился. Конечно, он пришел в тот регион, где уже все были. Я имею в виду и российские пограничники, консульство открылось иранское и так далее. То есть их присутствие там уже есть. Миссия, как показала практика, ну не смогла с такими возможностями дать то, чего хотели на той стороне границ. А именно создание некого барьера пограничного, из-за которого армянская сторона могла бы, чувствуя себя в безопасности, продолжать, как я называю, аннексионистскую политику и попытки проведения аннексионистской политики. Или, как говорит об этом Пашинян, карабахской политики в новых условиях. Мы в Азербайджане это квалифицируем, как продолжение территориальных претензий в той или иной форме. И это понятно. И вот Бруссель, мне кажется, определился со своими возможностями и приоритетами. Я хотел бы ваше внимание обратить на заявление Чарла Мишель. И там очень много между строк читается. Но давайте начнем с того, что очевидно вопрос восстановления коммуникации в регионе, когда мы говорим и в связи с позицией Азербайджана, что сначала должна работать коммуникация через Мегри или Загдезурский коридор, а потом можно говорить об открытии других коммуникаций. Поэтому я думаю, что предметно обсуждалось, но главное, что умеет Евросоюз, это выделять определенные финансовые средства на те или иные проекты. В общем-то, как говорится, у него специализация такая. Почему я смеюсь в этом случае? Потому что они никогда нам ничего нормального не выделяли. Считали, что у нас всегда все есть. Но я, например, считаю, что будет хорошо, если они выделят какие-то деньги, и на эти деньги армянская сторона восстановит свою часть железной дороги. Да, за скобками остается как бы вопрос того, в соответствии с какими правилами будет функционировать железная дорога и, возможно, шоссейная дорога. На этот счет дискуссий тоже было достаточно много. Если заявление 10 ноября предполагает, что там будут контролировать ситуацию российские пограничники, то понятно, что Евросоюз финансировать такой проект не будет. Но я думаю, что особые какие-то условия функционирования этой коммуникации все-таки обсуждались. Почему? Потому что, как мы видим, в его заявлении прозвучала такая мысль, что стороны могут использовать возможности всемирной таможенной организации. И это говорит о том, что дается предложение совместить требования азербайджанские об экстерриториальности этой коммуникации и позицию Армении о том, чтобы любые коммуникации они функционировали в соответствии с армянским законодательством. Но если так, то надо искать какие-то выходы. И выходы они, в принципе, международное сообщество такие примеры имеет. Ну вот функционирование специальной вот этой коммуникации через территорию Литвы в Калининград. Еще какие-то примеры мы можем привести. Если вы помните, в Абхазии тоже была попытка восстановить железнодорожное сообщение, и туда была привлечена для выполнения... Швейцарская компания, но это немного другой случай. Там была швейцарская... Мы об этом тоже можем поговорить, кстати, попозже. Ну, я говорю, что там был другой случай, но речь идет о том, что дискуссии или обсуждение темы специальных условий, оно состоялось. Поэтому это нашло отражение в заявлении председателя Евросовета. Вот, собственно, да, еще необходимо упомянуть и гуманитарные вопросы. Потому что в этом же заявлении прозвучала мысль о том, что необходимо выработать специальные ускоренные процедуры по возвращению военнослужащих, которые случайно оказались на территории противоположной стороны. Ну, это впрямую тема, связанная вот с этими двумя военнослужащими, которые безоружные, потерялись на армянской стороне, а потом с ними допустили такое бесчеловечное обращение и так далее. В общем, эта тема понятна. И сейчас инкриминируются какие-то преступления им, чтобы вывести тему на то, чтобы их приравнять к тем людям, которые на территории Азербайджана были задержаны в составе военной группы с вооружением и так далее. Ну, это, конечно, за лучшее можно притянуть что угодно. Но я думаю, что и эта тема обсуждалась. Итак, Брюссель как бы получил некую специализацию. Он, как показала практика, не имеет потенциала, чтобы вести главную тему, тему мирного соглашения. Или в значительной мере оказывает давление на стороны, чтобы достичь подписания мирного соглашения. Я повторяю, рамочного мирного соглашения. Поэтому это специализация, которая переходит, в общем-то, часть вопросов переходит в Вашингтон и, возможно, в Москву. А у Брюсселя остается, значит, коммуникации и гуманитарные вопросы. Я примерно так себе понимаю ситуацию. Ну и, конечно, мы не можем обойти вниманием и предстоящую встречу в Кишиневе. Но это другая тема. И я думаю, что если азербайджанская сторона и примет участие в том формате, который предлагается, то она будет обсуждать не конфликт между Арменией и Азербайджаном, а вопросы взаимодействия с Европейским Союзом как на двухсторонней основе. И, может быть, будут обсуждаться вопросы финансирования Евросоюзом вот этой части дороги, которую должна построить Армения. В данном случае Азербайджан заинтересовался, чтобы Армении дали деньги на то, чтобы она восстановила эту дорогу. И поэтому встреча состоится, но повестка дня в связи с тем, что, так сказать, французское посредничество потерпело фиаско. Я думаю, что Азербайджан уже не допустит Макрона к делам, которые касаются чего-либо другого, кроме как финансового содействия для восстановления этих коммуникаций. То есть, примерно предопределяются рамки. Политические вопросы Евросоюз и даже в присутствии Штольца, я думаю, что Азербайджан не допустит. Потому что, как заявил президент, достаточно сложно доверять людям, которые, в общем-то, ведут себя неискренне и не являются, ну, как бы это я сказал, хозяевами своего слова. Такое легкое мошенничество и легкие формы мошенничества, скажем так, они неприемлемы и они не прощаются. Вот, собственно, такой вот расширенный взгляд. И я, как бы, если вы видели, выстроил связь между нашим прошлым разговором и нынешним разговором. Ну да, и связь, в общем-то, очевидна на тезисах Шарла Мишеля, на тезисах заявления Шарла Мишеля, потому что, ну, как бы, я, то есть, не то, чтобы я уверен, это хорошо сделано, таки факт, что это заявление было согласовано со сторонами. Стоит, я думаю, остановиться поподробнее, потому что, ну, вы очень хорошо все разложили, но в связи с этим есть некоторые, скажем так, дополнительные вопросы. Ну вот, например, вот с чего мы начнем, так это с особого режима. А зачем там особый режим? Смотрите, транзитный груз идет через территорию другого государства, опечатанный, что там не должно интересоваться? Это же транзит. Другое государство, он проходит спокойно, единственное, что за транзит занимается какая-то там плата. Ну, естественно, закупа, не ровно там расценкам и так далее. Все. В чем особость режима? Зачем он там? Десечения гражданами этого коридора? А по поводу граждан? Ну, по поводу граждан то же самое, транзит. То есть, граждане не выходят из вагонов, если они едут за Хачевань, не выходят из вагонов, они не покидают территорию вагонов, то есть, не находятся в Армении и уедет там электричка или поезд, или что там. Пролетают вот эти 45 километров за сколько? За полчаса? За 45 минут? Где-то? Ну, то, что вы говорите, это означает, что как в аэропортах есть пограничная зона, а есть зона вне границ. Если армянское правительство хочет создать такие условия, то они могут быть обсуждены. Они же не хотят этого. Они хотят, чтобы их законы работали в этой зоне. А их законы работают, просто они не... Ну, грубо говоря, в Мегри будет останавливаться эта электричка? Мне сложно сказать. Я думаю, что... будет останавливаться эта электричка, тогда понятно. Если в Мегри эта электричка не останавливается, а она просто пролетает в этом зоне... В чем проблема? Это обыкновенный транзит. Нет, ну, я просто, я, может быть, чего-нибудь не понимаю. В случае... я думаю, что, так как это части одного государства, то может стоять вопрос о перевозке военных грузов, военнослужащих пересечения этой зоны. Это мало ли чего. Поэтому степень досмотра какая будет и так далее. То есть, вы должны декларировать перевозку военного снаряжения или нет. Вы должны декларировать пересечение каких-то военнослужащих. Например... Честно говоря, я не знаю, в таком ситуации, что... Наверное, декларируют, когда транзитный груз идет, наверное, декларируют. Ну, мы же говорим о том, что нужны специальные условия. Потому что вы понимаете, в чем разница? Вот очень часто говорили о том, что можно выстроить какую-то аналогию с Лачинским коридором, так называемый. Но грузы или люди, выходящие из армянского государства, они не попадают на армянское государство, в армянское государство. Они попадают на территорию Азербайджана. А в нашем случае совсем другая ситуация. Человек, выезжающий, едущий в Нахичевань, он только пересекает. Но никаким образом он там не останавливается. Эти грузы не растамноживаются. Там из вагона не продается спиртное или что-то другое, что не попадает под правила армянского законодательства и так далее. Тут ситуация другая. И поэтому я думаю, что давайте подождем, давайте зафиксируем, скажем так, начало обсуждения этой темы и подождем результатов. Потому что я думаю, что у Азербайджана есть четкое понимание того, что нам надо для взаимосвязи между двумя частями одного и того же государства. Я не знаю, может, я сейчас нарушу сюжетную линию, но я думаю, что раз мы начали говорить о дорогах, коридорах и так далее, то стоит продолжить, а потом уже вернуться к заявлению Шарля Мишеля. Сегодня было, вчера было принято решение, вернее, о Решет. Астара многострадальной долгожданной дороги, Решет и Стара, причем подписывали Райси и Путин, понятно, что Россия создает свою экосистему. Эту дорогу очень долго не хотелось строить, не хотелось строить Иран. В 2017 году, если я не ошибаюсь, Азербайджан выделял 500 миллионов кредитам Ирану, но Иран не соглашался ни за какие ковришки. Что изменилось? Сейчас России стало необходимо связь с Ираном? Вы знаете, сейчас иранно-российские отношения находятся на подъеме. И если с российской стороны звучат настойчивые требования обеспечить возможность железнодорожного сообщения, то иранская сторона должна как-то реагировать. То есть она против Зангизура, а мы не должны забывать, что Зангизур мог частью быть коридора север-юг, потому что в Джульфе было соединение железнодорожное между советских времен железнодорожной сетью Советского Союза и иранской сетью. Вокруг Зангизура некоторые радикальные иранские круги устроили такую форму шабаша, я бы сказал, может это не дипломатическая термин, но тем не менее логику их противления явления этому никто так до конца и не понял. Просто много каких-то звучащих лозунгов и мало каких-то фактов экономического обоснования, почему они помнят. Нет, я прошу прощения, то, что я слышал от Ирана, они против Зангизура не против изменения границ. Нет, ну ладно. А кто говорил, что экстерриториальность коридора, которая предполагалась, они же были против экстерриториальности. Вот о чем идет речь. На самом деле экстерриториальность уже существует, потому что есть пограничные зоны, которые охраняют российские пограничники с 92-го года, если я не ошибаюсь. Поэтому найти логику в их позиции было невозможно. Они говорили о том, что нас просто отрезают от наших северных коммуникаций. Во-первых, при всем своем старании Армения не является страной, которая имеет выходы к морям и так далее. Ничего предоставить Ирану геополитического значения не может в плане коммуникаций. Поэтому тут вопрос, я опять говорю, было много нелогичных заявлений. Хотя одновременно с этим Иран, например, подписал какое-то меморандум о том, что он готов построить дороги, эти мосты через Аракс, чтобы использовалась автомобилями часть его дорог. тоже вызывает сомнения. То есть они, если по территории Армении это будет проходить, то их это не устраивает. А если по своей территории, то устраивает. Вот. Ну, мы как-то говорили об логизме этого с вами. Ну, вот подписание этого документа, о котором вы сказали, ну, скажем, говорит о том, что Ирану собственно пришлось выбирать между очень нелюбимым Зангизуровским коридором и также нелюбимым, судя по тому, что его так долго не подписывали, вот это вот коммуникации через Астару. Там тоже предусматривается железнодорожная обеда. То есть я так понимаю ситуацию. Там именно железнодорожная дорога-то есть. Но тут еще интересный вопрос выходит. Я вот беспроста заговорил об Абхазской железной дороге, ну, или той части. Ведь мы тоже внимательно наблюдаем в отношении того, что происходит за событиями, которые происходят в Грузии. И поэтому я лично предполагаю, что после безвизового режима в Грузии с Россией, то возникнет идея необходимости коммуникационных восстановления коммуникаций, железнодорожных коммуникаций из России в Турцию. То, что эта тема возникнет, я думаю, что в этом никто не приходит сомневаться. поэтому реакция Соединенных Штатов на эти вопросы, затем покрики в отношении Армении и заявление Пашиняна о том, что для нас санкции это красная линия, то есть когда их уличили в том, что они в общем-то помогают России победить санкции. Да? Поэтому тут возникает какая-то взаимосвязь. И опять же вернемся к Брюсселю. А Брюссель хочет финансировать вот эту ветку. И получается, что уже эта ветка России не нужна, если она будет под контролем скажем не российских пограничников, а армянских пограничников, которые на деньги Евросоюза вдруг восстановят эту железную дорогу. то есть вот по этим отрывочным фактам мы можем прийти к заключению, что что-то там уже происходит. Как минимум в сфере коммуникации и как максимум в том вопросе, что наш регион по сути дела втягивается в противостояние между Россией и Западом. Боря Баку Баку Двилис и Карс есть эта железная дорога. На самом-то деле железная дорога через Абхазию конечно же имеет прежде всего политическое значение. В свое время Мишу прогнули, очень грубо прогнули для принятия России во всемирную торговую организацию, из которых она сейчас уже вышла. Не хватало только двух голосов, там же единогласно. Были против только Грузия и Саудовская Аравия. Что там сделали Саудовская Аравия и почему они подписали я не знаю, но нас прогнули очень грубо, сказав, что ребята остальное все от вас зависит, потому что да, есть механизмы, они заложены, то есть там же проблема была в чем? Проблема была в том, что они не признают территориальную ценностную сгрузию. Границы. То есть грубо говоря, если бы сейчас договаривались о том, что в Карабах ездили бы, но таможня была бы соответственно швейцарская компания. Потому что это не признают, что это азербайджан. Примерно то же самое произошло здесь. Но как там вы же говорите меня так очередно, почти может и подлец оказался самым талантливым из учеников. В 17-м году опять был шоу ГАМ. Они подписали практически все документы, то есть техническую сторону они уже все в 17-м году еще по открытию этой коммуникации. Азербайджан тогда был очень против этого по понятным причинам. Турция была не в восторге от этого. Хотя вроде бы как с Турцией это железная дорога, да? Хотя правда в тот момент еще не было Баку Двилиси Карса. Ну в общем и в целом власти не решились ничего сделать. сейчас ну понятно же что Россия просто создает экосистему. В этой экосистеме отведено определенное место. Грузии, Армении и Азербайджану тоже. И равно так же как и Центральная Азия. Система выживания России. Поэтому я и связал как бы эти события. Если вы обратили внимание, у меня нет какого-то на сегодняшний день определенного понимания того, что планируется. то, что что-то происходит именно в этой направленности это очевидно уже сегодня. Поэтому я думаю, что поворот Армении от поисков западных покровителей и возврат Кремлю это скажем очень серьезный шаг, на который решился Пашиня. Давайте об этом поговорим. А в чем это выражается? Мне просто интересно, в чем выражается поворот Армении в Кремлю? По мне так Армения никуда ни до того не поворачивалась, ни после того. Были определенные маневры, но никаких поворотов Армения не совершала ни до, ни сейчас. По-факу. Вы знаете, опять вернемся к этой встрече в Сочи, там все было ясно. И сказал все абсолютно ясно. И вот походив по миру несколько месяцев, по всяким Прагам, ну нет, Прага-то была до этого, мы видим, что в Вашингтоне неудача, мы видим, что высказывается недовольство миссии Евросоюза, мы видим, что оппоненты Пашиняна начали критиковать американскую администрацию и так далее и тому подобное. То есть мы видим то, что участие Пашиняна в мероприятиях 9 мая, раунд в Москве, в котором, как я предполагаю, мы должны ожидать неких заявлений, которые будут показывать единение по многим позициям Армении и России и так далее. Речь идет о простой вещи. Армения возвращается под крыло России, но с условием того, что она будет продолжать конфликт. в другой форме, в латентной форме, в той форме, которую она сейчас и использует, не признавая территориальную целостность Азербайджана, не признавая его суверенитет и так далее и тому подобное. Я думаю, что потерявший актуальность проект Варданяна на какой-то период будет возрожден, он уже что-то делает там. Правда, он говорит для них очень пессимистичные вещи о том, что 30 тысяч человек здесь страдают опять и так далее. По крайней мере, со 120 тысяч спустился ниже, приблизился к реалиям, скажем так. Поэтому я вижу, что выстраивается некая схема подготовки к 2025 году. В 2025 году должно приниматься решение о том, что будет с миротворцем. Азербайджанская позиция на сегодняшний день ясна. Что будет дальше, посмотрим, но мне кажется, что сейчас именно создается вот такая основа того сценария, который будет реализовываться в 2025 году или в конце 2024 года. Потому что пограничный пункт влачения, удары, которые азербайджанские вооруженные силы нанесли в ответ на убийство нашего военнослужащего и снайперского оружия и так далее и тому подобное, они показали, что Азербайджан настроен решитель. И вопросов или больших сомнений в применении силы у Азербайджана не будет. И ощущая эту угрозу, они опять вернулись к России, прося защиты и покровились. Ну, что-то наподобие армянской делегации, которая пришла в свое время к российским царям, принося подарки и прося покровительства. Что-то, по-моему, во время царствования Петра Первого последнее, до этого были еще раньше. Ну, в общем, вот история повторяется таким образом. Теперь я предполагаю, что армянская политика не будет поддерживаться на Западе. И я думаю, что первые сигналы того, что Армения не будет поддерживаться на Западе, будут озвучены уже в Кишиневе. Уверен, что в дальнейшем такие же сигналы прозвучат из Соединенных Штатов. И Пашинян, его будущее будет в руках Кремля. То есть до сих пор его защищала поддержка Запада. А теперь он останется наедине с кремлевскими башнями. И главное. По-моему, мы потеряли, точнее, Армения потеряла шанс положить конец конфликту. А не положив конец конфликту, серьезно, окончательно и навсегда, Пашинян повторяет судьбу или повторит судьбу, и Армения повторит судьбу того периода, когда ею правили люди, которые не хотели урегулирования конфликта, а ради продолжения своей политической карьеры продолжали играть в этот конфликт. От этого страдала только сама Армения и на сегодняшний день пострадает тоже она. Как это проявляется? Ну, вполне ясно. Депопуляция территории Армении. И в первую очередь процесс депопуляции коснется вот этой зоны ответственности так называемых миротворцев. Поэтому 30 тысяч, которые сегодня есть, я думаю, к следующему году будет еще меньше. Да и из Армении самой мне кажется отток усилится. Почему? Потому что американцы целенаправленно будут закрывать любые вариации бизнеса для тех бизнесменов, которые сегодня обогатились на обходе санкций. торгуя с Россией или осуществляя поставки внесанкционные в Россию. Я думаю, что этот процесс продолжится. Итак, Армения дрейфует в сторону конфликта и Кремля. Вот это мой вывод. Вывод несколько нестандартный, потому что, как правило, все выражали как раз-таки осторожный оптимизм в связи со встречей в Брюсселе. Смотрите, на самом-то деле, вот это заявление Шарля Мишеля, давайте вернемся в этот раз, в общем, по Шарля Мишеля потомчимся немного. По поводу того, что территория Армении составляет 29 800 квадратных километров. Территория Азербайджана составляет 86 600 квадратных километров. Ну, если бы это сказал бы Пашинян, то в его устах это еще раз бы прозвучало как признание. Но вот у меня буквально вчера был Бениамин Пагасен, я ему задал простой вопрос. А может ли Пашинян сам единолично от имени Армении признать территориальную целостность Азербайджана? Просто сказал это. И получилось после нашего анализа, что не очень. Потому что у них Конституция ссылается на акт на декларацию о независимости. А декларация о независимости ссылается на акт присоединения Нагорно-Карабахской автономной области к Армянской СССР. И там, значит, соответственно, есть понятие НКР. То есть большие юридические процедуры. Эти юридические процедуры должны пройти через Конституционный суд. Почти 70% населения Армении против. Что я понимаю. В этой связи что делать? Если вообще уже идет политический идет, тогда ничего не делать. А если все-таки позитивный сценарий, то что делать? Ну, если позволите инсайдерской немножко информации. во-первых, Мишель только за. за. Да, ну, не знаю, насколько это все правда, но там был очень интересный произошел случай. Дело в том, что Пашинян, когда называл территорию Азербайджана цифру во время внутренних обсуждений, он назвал на 3000 квадратных километров больше. Пашинян или Мишель? Пашинян. А Мишель это все записал и использовал заявление. А, ну да. И в заявлении потом органская сторона сказала, что это не так. А из офиса Мишеля сказали, ну, ребята, он же сам говорил такую цифру, а мы просто автоматически ее используем. Одну секунду, если по логике вещей, если территория Армении 29 тысяч километров километров, а территория Азербайджана 89 прозвучало. Я говорю 89 600, тогда получается, что это 3000 не на территории Армении. Почему? Если мы говорим, что территория Армении 29 тысяч 800, все, Армения зафиксирована. А если 89 Азербайджан, то 3000 лично от кого? Не от Армении получается, а от кого-то другого. Мы никогда не считали, я лично, многие мои соотечественники никогда не считали, что Зангизур законно передан Армении. Поэтому, если он говорил о территории Армении, это его понимание. То, что он сказал на 3000 квадратных километров для Азербайджана, я примерно посчитал, как раз Зангизур там и помещается. Ну, это, скажем так, из серии политических... Это потом будет байкой ходить, это ясно. Ну, насколько я знаю, так оно и было. Про горчицу... Что очень повеселило азербайджанцев. Про горчицу... Ну, ладно, оставим это в стороне. Итак, откровенно говоря, мне, как гражданину Азербайджана, наплевать, извините за грубое слово, на юридические процедуры того, что должна сделать армянская власть. Потому, что право на признание территориальной целостности и желание должно быть у Армении это сделать. Потому, что мы с вами тоже об этом говорили. Если они не признают нашу границу, то автоматически они решаются собственными. И поэтому там, где остановится азербайджанский солдат, там и будет граница в нашем понимании. Вот и все. Кстати, шикарный был сюжет Латынина Арестовича. Это про другое немного. Но практически то, что вы сказали, не признаются, не признаются. Когда Арестович спрашивал у Латынина ну вот я хочу вас спросить два вопроса вам. Хочу задать. Первый Чей Крым и Донбасс? А второй Чья Чечня и Татарстан? На что Латынин сказал Крым Украина Донбасс Украина говорит А Чечня и Татарстан вы ведете себя неправильно потому что это некорректный вопрос и так далее. Ну извините почему нам важно Чья Чечня и Татарстан? Да потому что пока Чечня и Татарстан держатся за нее центр Россия империя а империя угрозная нас всех. Ну это так к слову пришлось сейчас вспомнил. Вот и об этом и речь. Поэтому я хотел бы еще раз повторить нам абсолютно все равно какие у них проблемы нет все равно все равно но учитывать все это надо понимать в том плане что я могу сегодня сказать что я признаю что-то там но если я это скажу от этого ведь не тепло не холодно юридично я про это вам говорю учитывать надо в нашей доктрине оборонной доктрине где просто надо написать что одна из соседних стран не признает территориальную целостность нашу и поэтому это является для нас угрозой чтобы мы должны предпринять все меры включая и силам вот и все а что тут думать зачем я должен о них заботиться объясните если они не хотят они хотят свой я просто продать нам заботящимся об Армении то же самое и с Турцией то же самое и с Турцией им надо открыть границы чтобы выжить ездить туда-сюда торговать потому что закрытые границы это делает их тупиком понимаете так они хотят открытие границы продать турков которых Турции абсолютно все равно откроется их граница с Арменией в экономическом плане это 0,0% и они еще вот на этой абсурдной ситуации пытаются торговаться с Турцией то же самое они хотят применить в отношении нас то что им нужно признание границы потому что баланс военный в нашу пользу демографический в нашу пользу геополитический в нашу пользу они все время говорят об угрозах первое средство чтобы избежать угроз нам договориться с соседями если они этого не хотят и хотят изобразить из себя я не знаю каких-то фокусников которые делают намеки в рамках которых мы сами должны догадываться о том что они признали нас или не признают в эту цифру входит Карабах или не входит Карабах зачем нам это все меня оскорбляет возможно на основании их намеков делать вывод о том что они признают нашу территориальную целостность или нет когда во всем ну скажем в нормальном мире принято это писать открытым текстом соглашениях почему мы должны изобретать колесо в отношениях с Арменией поэтому не наплевать что они там думают что говорят извините опять я допустил автоматическое выражение но я же в отставке мне может здесь можно что называется не такое видение называется не надо на кого-то намекать знаете вы знаете мы будем неправы нас осудят и осудят сурово суровым взглядом если мы вообще ничего не скажем про то событие которое в общем-то на самом деле очень сильно отмекло от Брюссель речь это выбор в Турции насколько для вас было первое это ожидаемый результат как парламент так и президентские выборы и второе вы действительно считаете что если вдруг во втором туре победит Телыш Дароглу это будет настолько плохо для Азербайджана что Турция резко сменит свою политику и чуть не разорвешь женское понимаете первый день после на следующий день после выборов мне некоторые мои азербайджанские друзья писали что какой дурдом творится ходят с духом и говорят тима того что Калыш Дароглу закроет Баку Тбилиси Джейхан ну конечно они ржали при этом но кто-то это полном серьезе писал и так далее это вообще про что это не про что это вообще не политика дело в том что Азербайджана турецкие отношения турецкой внешней и внутренней политики являются неким элементом который используют и власть и оппозиция ведь когда оппонент Эрдогана критикует его и касается при этом армяно Азербайджана турецких отношений он говорит критикует что тут неправильно проводит политику и вот если он придет к власти то он сделает это лучше вот о чем идет речь и поэтому тут понимаете уже с той вершины на которую совместными усилиями была поднята эта тема и которая превратила нас военных союзников уже никому не слезть это однозначно это ясно поэтому я абсолютно свободно отношусь к этой теме второй компания почему предпочтение и наши симпатии на стороне Эрдага потому что он в теме потому что он давно этим занимается делает это хорошо и поэтому если придет другой человек ему надо какой-то период чтобы освоиться с реальностью вот и все отношения абсолютно понятные и ведь Турция выстраивает свои отношения на основании прежде всего своих геополитических интересов это понятно потому что если брать за основу этническую близость то мы найдем кучу государств которые этнически близки но воюют между собой не будем показывать пальцем на Россию и Украину или вражда между славянскими государствами Польшей и Россией которые тянутся века поэтому тут что мы имеем вот часто говорят о том что да этнически близки язык близок оба принадлежим к одной конфессии ну различным ее ветвям конечно это все понятно но это всего лишь скажем элементы которые создают основу для того чтобы выстроено потом между двумя государствами подписано более 500 различных между государствами соглашений и договоров между двумя государствами имеется развернутая система взаимоотношений между различными структурами регионами поэтому тут это все изменить нужно не одно поколение людей которые это не поддерживают и это невозможно и даже если это изменится предположим что турецкие военные кому-то позволят скажем изменить ситуацию связанную союзническими отношениями между государствами я немножко знаком с их корпоративными политическими установками военных турций поэтому они всегда выстраивают систему приоритетов исходя кстати из интересов государства это было и при прежних администрациях и сейчас я думаю тоже самое это происходит поэтому я уверен что во-первых я почти уверен настолько насколько возможно это озвучить в том что Эрдоган во втором туре победит однозначно второй вопрос связан тем что даже если не победит серьезно это ничего не изменит да может быть замедляться темпы взаимодействия и сотрудничества может может быть оппонент Эрдогана придет будет занят больше укреплением своей власти внутри создания механизмов своего воздействия на военных систему безопасности на экономику и так далее да это время займет во всей этой работе может быть не будет достаточно времени для того чтобы продолжить вот это поступательное развитие отношений между двумя стран может но это замедление темпа но никак не разворот курс и закрывать тоже никто не собирается а почему вы думаете Турция обладает правом закрывать есть экономические законы есть обязательства международной Турции строительство происходило не на основании рукопожатий правильно существуют договоренности существуют владельцы и так далее знаете люди иногда экстраполируют свою систему взаимоотношений между собой и соседом на международные отношения но это же не так да это не так и наверное это хорошо потому что ну на протяжении многих лет человечество вырабатывало эти нормы для того чтобы они не нарушались хотя все равно нарушаются но это уже другой момент огромное вам спасибо огромное спасибо за очень интересную беседу я думаю что мы разобрали все достаточно спортулезно скажем так будем наблюдать дальше впереди встреча мирзаян байрамов в Москве а может быть даже встреча Алеппо шляп может быть хотя одну тему мы все таки не охватили если позвольте все таки добавить дело в том что вы потом можете это вырезать или оставить оставлю конечно дело в том что на этой неделе получила в том числе из подачи вашей передачи актуальность одна тема которая очень важна для армянской политической элиты это тема того как Карабах оказался вне переговорного процесса поэтому мы видим что тема противоречий и критиков пашиняновской политики очень громко звучала в Армении со стороны сторонников пачеля я думаю что эта тема тоже интересна во всяком случае я обратил внимание на некоторые заявления которые сделал мой бывший коллега Вардана с коня ох интересно да поэтому давайте пока зададим больше вопросов чем скажем дадим ответов потому что времени не так много но эта тема и прямое влияние вашей передачи на ситуацию оно де-фак моя передача это всего лишь площадка рассказали это вы поэтому это очень интересно к сожалению я не слежу за творчеством Вардана Асканяна надо бы подписаться в телеграм или там в фейсбук надо подписаться и смотреть но еще там если у вас будет время посмотрите некую волну критики в отношении Жирайра либо Ридиана который также подвергся обструкции поэтому внутриармянские процессы я не говорю что это было связано только с нашей передачей но мы видим что поворот в сторону Москвы привел к активизации многих скажем до этого времени неактивных фигур которые обладают и знаниями и опыт я имею ввиду армянских коллег так что процессы развиваются серьезные действительно очень интересно большое спасибо за очень интересную беседу большое спасибо дорогие друзья что были сегодня с нами и до встречи на следующей неделе я Продолжение следует...